Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В нашем плейлисте уже 100 разборок моторов, поэтому не переключайтесь, досмотрите это видео до конца. Зайдите в этот же плейлист и найдите мотор с вашего автомобиля. Там мы рассказали обо всех нюансах и косяках. А еще наша компания продает качественные б.у. запчасти с гарантией и быстрой доставкой. Ну а сегодня мы разберем маленький и интересный мотор от Matisse. Для Chevrolet Matisse, он же Spark, было предложено два двигателя 0,8 и 1 литр. Соответственно, три и четыре цилиндра. Если не брать во внимание количество цилиндров, то эти двигатели практически идентичны. Диаметр цилиндров 68,5 и ход поршня одинаковый. Но не забываем про совершенно разные коленвалы. Мы будем разбирать двигатель Chevrolet Spark объемом 1 литр мощностью 67 лошадиных сил, 8 клапанов. Это простой и незамысловатый двигатель. Несмотря на кажущуюся простоту, двигатель оснащен системой EGR, также оснащен датчиком абсолютного давления для измерения нагрузки, также оснащен двумя сдвоенными катушками зажигания и одним распредвалом. Также двигатели оснащены дроссельной заслонкой с тросовым приводом, но управление холостым ходом на трех и четырех цилиндровых моторах отличается. Двигатель 1.0 может начать троить без видимых причин. Частой причиной нестабильного холостого хода и нестабильной работы двигателя могут быть подсосы воздуха. Мест, которые пропускают воздух в данном двигателе предостаточно. Это может быть клапан VKG, который при исправном состоянии пропускает воздух только в одном направлении. Также может быть негерметичен шланг вакуумного усилителя тормозов. Также воздух может сифонить из прокладок впускного коллектора и также по прокладке дроссельной заслонки. В зимнее время в патрубке VKG может скапливаться и замерзать конденсат. Конденсат скапливается из-за неудачного наклона шланга, который не позволяет влаге вытечь наружу. Разумеется, закупоренный ледяной пробкой шланг приводит к увеличению давления газа в картере и тогда выдавливаются сальники. Также вылететь может масляной щуп. Разумеется, что щуп вылетает со значительной порцией масла. Для борьбы с обмерзанием владельцы Matiz выводят шланг отвода картерных газа в корпус воздушного фильтра. Там влага стекает на дно корпуса воздушного фильтра. Ходят слухи, что он находится в больнице из-за того, что пьет много кофе. Но это неправда. Встречаем, Павел! Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на четырехцилиндровом двигатель Matiz оснащена датчиком положения. Управление холостым ходом осуществляется не клапанным регулятором, как на трехцилиндровой версии, а управлением положением заслонки электромоторчиком. Кстати, электромоторчик – это слабое место. Сам моторчик может выйти из строя. Также могут обломаться пластиковые шестерни сервопривода. Тогда мотор может потерять холостой ход и вовсе перестать заводиться без нажатия на педаль акселератора. Когда мы нажимаем на педаль акселератора, то открывается заслонка и получаем ошибку механической неисправности дросселя. Знатоки уже научились ремонтировать данные заслонки с заменой моторчика и изношенных шестерен. Однако всегда есть выход лучше купить отличную БУ-заслонку в «АвтоСтронг-М». Дроссельная заслонка периодически нуждается в чистке. Если холостой ход неровный, либо же неравномерный разгон, либо же провал при разгоне, то тогда надо чистить дроссельную заслонку подходящим средством. На ранних версиях данного двигателя клапан EGR вакуумный. Здесь же он электронный. Из впускного коллектора картерные газы по каналу, который встроен в ГБЦ, попадают в клапан EGR. Так вот этот балкон либо проставка, либо назовите как хотите, создана для того, чтобы впихнуть в данный мотор клапан EGR. Между переходником и ГБЦ есть вот такая прокладка. При установке на заводе этот адаптер крепится на один болт. Когда заворачивают этот болт, то прокладка может сместиться, как и в нашем случае. Затем, со временем, она прогорает и газы сифонят наружу. Обратите внимание, что это часто встречающийся брак даже на европейских двигателях. Это впускной коллектор. Здесь нас интересует клапан продувки от сорня. Клапан VKG и форсунки. Начнем с клапана VKG. Из-за загрязнения клапана VKG двигатель Matisse может себя вести неадекватно на ходу в момент переключения передач. То есть обороты могут произвольно повышаться либо понижаться в момент нажатия сцепления при переключении на четвертую либо на пятую передачу или наоборот. В эти моменты давление воздуха во впускном коллекторе скачкообразно изменяется и вылетает через клапан VKG с нарушенной герметичностью и проходимостью. Также повышение оборотов двигателя Matisse связано с закупориванием трубки VKG, замерзшей в ней влагой. Загрязнение или снижение производительности одной или нескольких форсунок проявляется в едва заметных подрагиваниях, также в плавающих оборотах, а также при потере тяги при разгонах с максимальной нагрузкой. То есть когда в Matisse сидит максимальное количество пассажиров. Клапан продувки адсорбера выходит из строя не часто. Когда он не работает, то при откручивании горловины бака вы слышите пшик. Кроме того, неработающий клапан подсасывает пары бензина и тогда двигатель работает на обогащенной смеси. Вот по этой трубке пары бензина попадают в пространство за дроссельной заслонкой. Катушки зажигания являются слабым местом на двигателе Matisse. Ходят примерно 60 тысяч километров. Когда выходит из строя, то перестают давать искру на какой-нибудь цилиндр. Это выражается в троении двигателя и в пропусках зажигания. Ремень ГРМ приводит единственный распредвал и помпу. Менять его надо каждые 40 тысяч километров. Практика показывает, что если не менять его так часто, то тогда поршни и клапана встретятся. Любопытно, что проверять зазоры клапанов на данном двигателе надо каждые 20 тысяч километров. Частенько владельцы об этом забывают. А еще более любопытно, что на моторах из Узбекистана приходилось регулировать клапаны после обкатки до первой замены масла. Если владелец забыл о регулировке клапанов, то двигатель сообщит об этом сам. Как правило, поджатыми становятся выпускные клапаны из-за изношенных седел. В результате фазы выпуска увеличиваются. Сами клапаны перестают держать давление. На холодную появляются пропуски зажигания и мотор еле работает. Иногда даже слышны хлопки в выхлопной системе. Зазоры здесь регулируются самым удобным способом. Это отверткой и ключом. Как мы уже знаем, это японская схема. И неудивительно, потому что этот двигатель, лицензионная копия двигателя Suzuki Alto 80-х годов, кстати, второго поколения. Мотор этот мы разбираем, потому что в мотор попала вода и здесь мы видим эмульсию. Сейчас будем дальше разбирать и посмотрим, почему так произошло. Причина появления эмульсии ясна. Прогорела прокладка ГБЦ в районе первого цилиндра и поэтому антифриз попал в камеру сгорания. Вот здесь мы видим характерно отмытую, так сказать, отпаренную камеру сгорания. Сразу же можно заметить отмытый поршень первого цилиндра. По состоянию хон у цилиндров присутствует, никаких следов выработки и задиров. Практика показывает, что если в этом моторе плещется более-менее нормальное масло, то с цилиндрами ничего не случается. Больше вопросов возникает по поршневым кольцам. Сейчас доразберем и все наглядно покажем. В этот двигатель было залито продвинутое масло с наночастицами. И поэтому у него такой прекрасный шоколадный вид. И называется это масло эмульсионка. Данный двигатель может пройти 200 тысяч километров, а у более заботливых владельцев он пройдет и все 300 тысяч километров. Основная проблема, из-за чего этот двигатель капиталят и меняют на контрактный, это залегание поршневых колец. В результате этого происходит жор масла. Снижение компрессии двигателя в три раза из-за залегания поршневых колец, это очень распространенная проблема данного двигателя. При снижении компрессии хотя бы в одном из цилиндров сильно увеличивается давление газа в картере. Система ВКГ с этим давлением не справляется и тогда в двигателе из-за залегших поршневых колец выдавливает сальники. По состоянию компрессионные кольца все подвижны, маслосъемные кольца все залегли даже на отмытом поршне первого цилиндра. И обратите внимание на импровизированные маслофорсунки, которые орошают поршни. Но по вкладышам тоже вопросов нет. По коренным вкладышам у нас вопросов нет. Похоже эмульсионка их очень хорошо защищает. По состоянию коленвала. На коленвале мы ощущаем небольшие потертости, значит, он изношен. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали маленький, но надежный мотор. Я думаю, многого от него требовать не стоит. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».